На тему смерти Сталина и жизни Сталина у меня написано несколько книг, изданных в России в 2010 году, в 2014, в 2016. И вот последняя книга, она издана буквально в январе этого года. Мы об этих книгах, может быть, поговорим попозже, но история эта началась для меня еще тогда, когда не были опубликованы ни мемары Светланы Аллилуевой, из которых черпали вдохновение десятки, а не сотни историков. Когда еще не приступил предать гласности воспоминания о последней встрече, о последней вечере вождя Никита Хрущев. Лично спорная, неоднозначная. И это был год 1966 год. Для одних он запомнился судом над Синявским и Даниэлем. Кому-то 23-м светом КПСС, кому-то Ташкентским землетрясением. А я в тот год поступил в Новосибирский электротехнический институт. И через два месяца стал членом литературного объединения, которое нашло приют в скромных редакционных комнатах газеты «Энергии». Редактором этой газеты был кандидат философских наук Владимир Любович Глебов. И позже от одного из своих товарищей, старших, которым было в редакцию, я услышал, что Владимир Любович узнал, он является сыном опаренного Каменева, бывшего членом Политбюро, того самого Каменева, который был первым председателем ЦИКа. Того самого Каменева, который замещал Ленина во время его болезни, и того самого Каменева, который предложил кандидатуру Сталина на пост генерального секретаря Компартии Советского Союза. И того самого Каменева, который за это расплатился, как и другие большевики ленинского призыва, что называется. Да, да. Он был убит в 1936 году. И вот тогда же я услышал версию смерти Сталина, которой я не поверил, потому что она была чуть-чуть как бы немного насильственной, что он умер как бы не своей смертью. Позже, когда я читал уже все версии, я понял, что эта версия, совпадая с версией старых большевиков, которая была изложена Автрахановой. Но единственная разница, отличие версии Глебова от тех версий, которые были потом озвучены всеми, кто занимался этой тематикой, была почему, все-таки почему произошел третий инфункт, такая причина ему. Так вот, сначала два слова о Каменеве, точнее о Глебове. Почему он остался жив, потому что другой вопрос этот возникает у любого. Просто ему повезло, что он родился в 1929 году. Мама его была русская женщина Татьяна Ивановна Глебова. И когда папу арестовали, и когда маму арестовали, естественно, его родных братьев, которые к тому же оказались... Они племянники Троцкого были, потому что первая на Каменеве была сестра Троцкого. Он, когда мама была арестована и расстреляна, и когда папа был расстрелян, он, маленький мальчик, ему 7 лет, он просто попадает просто в детдом, где-то там в Сибири. И вот когда шла волна расстрелов, он просто еще не дорог до этого самого возраста. И дальше, естественно, всю эту версию, которую он потом рассказывал в очень узком кругу, но она тогда дошла до меня, эта версия исходила от старых большевиков, те, которые были там в лагерях, которые потом освободились, и которые жили на 101-м километре. То есть их не допускали в Москву, в Петербург и так далее, и так далее. Затем, я, честно говоря, этой версии не поверил. Ну, мало ли какие могут быть рассказы, тем более, что в Советском Союзе вообще ничего не было известно о смерти Сталина, его семье, о его личной жизни. Это была вторая инкомплика. И вот с устоев вообще что-то стало известно о его личной жизни, о его семье после того, как бежала на Запад Светлана Аллилуйева, дочь Сталина. Во-первых, даже когда она бежала на Запад, в Индии, перешла в американское посольство, американцы не поверили, что это дочь Сталина, они хотели ее выиграть. Они не поверили, что настолько все было закрыто, что никто даже не знал очень ограниченных словиц, которые знали, кто она такая. И вот в этом году, когда она приехала в Америку, в этом году, в 67-м году, была впервые опубликована книга Светлана Аллилуйева «20 писем другу». Вот это первое издание этой книги. Это издание книги Светлана Аллилуйева «Twenty letters to friends», которая издана в 67-м году. Эта книга принесла ей несколько миллионов долларов. По тем временам это были очень большие деньги. Вторая книга вышла через год. Это издание второй книги, которая вышла через год в 68-м году. В этой книге она рассказала об участии Сталина в убийстве Михоэлса. Книга называется «Only one year» — «Только один год». И вот на этих книгах, в принципе, на книгах Аллилуйевой и строятся в основном все версии, все рассказы. Как бы потом ее не отливитало КГБ, как бы не опошлили ее образ, ее имя. Все, что пишется и рассказывается о Сталине, о его смерти, рассказывается по двум книгам. По книгам Аллилуйевой и по книге Хрущева. Вот эта книга — первое издание 1970-го года. Книга вывезена была в Америку, передана тайно его сыном Сергеем Хрущевым и издана в 1970-м году в Америке. Вот это первое издание этой книги, американское издание. В Советском Союзе книги Аллилуйевой и Хрущева были опубликованы в временах гласности. До этого, до середины 80-х годов, ничего об этих книгах не было известно. Только какие-то там главы передавались по Би-Би-Си, по полосу Америки, но не более того. Но вот первая версия, которая была опубликована, первый, кто вообще заговорил о том, что был какой-то заживо, какая-то насильственная смерть, это был Абдурахман Астарханов, который опубликовал в 1976 году книгу «Загадка смерти Сталина. Заговор Берии». И в этой книге он объединил все известные ему на тот момент версии. И они все становились к тому, что он умер, точнее не умер, а погиб насильственной смертью. И естественно, эта насильственная смерть связывалась, ну, конспиратологическая версия, это вот Пурим, Пурим. А другое... Да, еврейский праздник Пурим, да. Наказание того человека, который хотел всех евреев извести в Персии. И вот действительно удивительнейшим образом тот сам праздник Пурим, который отмечается более 200, 2400 лет во всех еврейских общинах мира, ежегодно отмечается, в 1953 году этот праздник удивительнейшим образом совпал с днем смерти Сталина и именно потому, что спланировалась депортация евреев, планировалось вот-вот уже должно начаться процесс над кремлевскими врачами, которые должны были повесить на центральных площадях в крупных городах страны, после этого должны начаться покровы, и потом, для спасения еврейского народа, Сталин милостиво вывозит, чтобы поезда были готовы, в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. И вот тут, когда это случилось, возникла в кругах еврейской интеллигенции такая вот, что Аман 20-го века умер. Ну, такая мистическая. Да, мистическая версия. А у Астраханова, он объясняет это тем, что это был заговор Берии против Сталина и еще какие-то, что он добавляет, там Гагановича, кого-то еще, кого-то еще. Но почему Берия, Берия, Берия? А очень просто. Кто такой Астраханов? Астраханов это был до войны, это был партийный работник из Чечни, который был арестован и несколько лет провел перед войной в тюрьме. Он потом был тем же Берия, был освобожден. А в годы войны в 1940 году он перешел на сторону немцев. Берия был его заклятый враг. Он работал всю войну, проработал в службе Геббельса в Берлине. После войны ему удалось уехать в Америку. Он был преподаватель военной академии в Штатах. И вот там он написал эту книгу. Причем она была насыщена многими фактами, которые он знал хорошо, потому что он был партийным работником до войны. И работал в том числе и в Москве. И он многих знал и много чего слышал. У Астраханова вообще книги хорошо написаны, в том смысле, что они достаточно патологично интересны. Да, книга очень интересная. Она опубликована была впервые в 1976 году. И вот когда пришла гласная Советский Союз, потому что на Западе ее уже знали, но эта книга была уже после книги Хрущева и после Аллилуйевой. Это уже было как бы третье какое-то издание. И вот когда в Советский Союз попадают эти книги, начинается гласность, и вот тут просыпаются советские историки. И идет волна книг о Сталине. Это Волкогонов, Розинский. А, ну это уже, да. И во всей этой волне, во всей этой волне, для того, чтобы книги хорошо продавались, если сказать, что была естественная смерть, кто это будет покупать? И вот тут начинается вот это вот загровать, придумываться эти версии, рассказываться загадочно. Я могу прочесть тебе отрыв очень похоже, если захочешь. Как Розинский, закатывая глаза, он читал со сцены о том, как убивали Сталина. Никто при этом не задумывается о том, что у Сталина был третий инсульт. Первый инсульт случился, первый микроинсульт случился в 45-м году. Два месяца с октября, два с половиной месяца, он вообще даже не появлялся ни в Кремле, он потерял речь. Были моменты, когда решался вопрос о том, что передать его все функции и полномочия передать Сталина, потому что он был не идеоспособен. Выкарабкался. Через 4 года, в 49-м году, второй микроинсульт. И надо понимать, что 53-й год, ему 74-й год. 74-й год. Человек, который перенес уже два микроинсульта, человек, который... Он был мнительный мистик, мнительным, и он отказался принимать лекарства, он перестал доверять врачам. Его врачи, лечащие врачи, находятся в тюрьме. И, естественно, в этой ситуации, когда человек, у него высокое давление, он уже имел два микроинсульта, достаточно, которые вывели его надолго из жизни. Естественно, что в какой-то день должно произойти третий микроинсульт. Тем более, если мы посмотрим на биографию всех советских вождей, так мы убедимся, что он еще долгожитель. Андропов четыре месяца не дожил до 70-летия. Брежнев скончался, не дожил месяца до 76-летия, но позже уже, при таком окружении врачей. Черненко умер 74 года, Крущев 78, Богатырь, Ельцин, Богатырь Ельцин, мастер спорта, 76 лет. Поэтому Старин, прожив 73 года, на 74-м году, это естественная и по тем понятиям, и по нынешним понятиям смерть человека, который уже имел два микроинсульта. И вот тот рассказ, который я знал когда-то еще от Глебова, он полностью совпал с версией старых большевиков, которые рассказывал Автарханов, и более того, он совпадал со всем, что рассказывала Аллилуева и Хрущев. Потому что это два единственных свидетеля. Все остальное, что рассказывают и показывают, это надуманное, лживое. И вот сейчас в Москве там, например, фильм, сериал Светлана, я видел анонс этого фильма в январе месяце, и там опять ложь. Потому что я слышал диалог Хрущева и Светлана, и не было этого, не было. Вот эти книги есть. Но думано, уже все это зная, я задавался себе вопросом, что же произошло, что была причина этого инсульта. Почему он произошел 1 марта, а не, допустим, 1 февраля, или 1 января, или 15. Почему именно в этот день? Что произошло? Почему именно в этот день? Тот инсульт, который его добил. Почему именно в этот день? И почему? Он тоже мог бы случиться все равно. По тому образу жизни, который он вел, отказавшись от лечения и так далее, не принимая, не прислушиваясь к врачам, ни в чему. То было бы случиться все равно. Но почему именно в этот день? Инсульт произошел 1 марта в ночь с 28 февраля на 1 марта. И вот единственное, есть 4 свидетеля, которые сидели с ним за одним столом. 4 свидетеля участника последней вечери. Это Хрущев, Берия, Маленков и Булганин. Берия не смог написать мемуары. Хрущев их написал. Все остальные, не только Маленков, Маленков умер в 182 году, в 1988 году, Булганин в 70-х годах, и никто из них при этом не написал мемуаров, не рассказал ничего, кроме Хрущева, который свидетелит о последней вечере. Он рассказывает о том, что там было прекрасное настроение. Прощаясь, прощаясь, Сталин тыкнул его пальцем в живот и назвал Макритой. И Хрущев пишет, он говорил мне, назвал Макритой, по-украински, только тогда, когда было прекраснейшее настроение. И мы ушли в полной уверенности, что завтра он нас пригласит продолжить банкет. И он говорит, я не завтра калнию, я ждал его звонка. И вот задаемся вопросом, а что же еще было в этот день, 28 февраля? Что еще было? И оказывается, что 28 февраля день рождения дочери Сталина? Светланы Аллилуевой, точнее, на тот момент Светланы Сталиной. Аллилуевой она стала в 65 году, а тогда Светлана Сталин. Любимая дочь Сталина, он никого не любил больше, чем ее, никого. Его сыновья боролись с его. Только дочь могла им перечить, и он позволял им многое. когда ты читаешь их переписку письмам, которые мне обменивались, где он подписывается секретаришка, и она им командует, как секретарь, и он играет. Они в эту игру играют. Там была безумная любовь отца и дочери, фрейдистская любовь. При этом надо понимать, что девочка растет без матери. И это ее и мама, и папа одновременно. Она умерла, когда мама ее умерла, на тот момент она знала, что мама умерла, когда ей было 6 лет. Она ее даже не помнит, Светлана. И вот папа заменил ей весь остальной мир. Папа. И вот в мемарах еще ничего не пишется о том, что кто-то, они пьянствуют, относятся тосты, но никто не произносит тост за именинницу, из-за ее великого отца. Все гуляют, но слово этого никто не произносит тост. А два человека из присутствующих ее любили. Действительно любили. Ее любил Берия. И есть множество фотографий и вот в этой моей книге, которая вышла Светлана Редуева по странам, она издана в этом году в Москве в январе этого года. И кстати, она появилась сейчас уже в Израиле в магазине Бабель и продается в Москве в доме книги и так далее. И вот эти фотографии ее, она маленькая девочка на коленях у Берии. Несколько фотографий таких есть. И более того, Сталин даже просил жену Берию присматривать за Светланы. Он надеялся, что она поможет в воспитании и привить какие-то привычки для грузинской девочки. Какое-то грузинское воспитание. Как одеваться, как вести себя в другую людей, общение. А потом Светлана дружила с сыном Берии. Они учились в отдалшколе. Они были друзьями, близкими и друзьями. Это Стерго. И даже поговаривали о том Стерго. И даже поговаривали одно время, что они поженятся. Настолько они были близкими друзьями. И более того, но Светлана познакомила Стерго, и Стерго женился на внучке Горького, который сидел здесь за одной партой. А с другой стороны, первый муж Светланы, Глорий Морозов, учился в одном классе с Стерго Берии. Вот так это все завязано довольно, да. И вот Берия любила ее, вся семья Берия ее любила, они ее знали с детства. И то же самое ее любил и Хрущев. Он писал в мемуаре, что обязан всем, обязан Надежде Аллилуйевой. Если бы не она, которая приметила его когда-то в секретаре адвокома академии, где она училась, и не рассказывала о нем своему мужу, Сталин никогда не поднял и поднял сначала секретаря кома, потом сделан первым секретарем Московского адвокома партии, это уже величина, а потом первым и потом первым секретарем ЦК компартии Украины. Он пригласил его в Кремль, в свою семью. Он сидел за одним столом в квартире Сталина, где была сидела маленькая девочка Света, и он любил ее и Свету, и маму ее, и был благодарен. И вот никто из них, ни Берия, ни Хрущев, зная о том, что у Светы день рождения, никто этот тост не поднимает. И то об этом не говорит. 22 по слову числа она звонит постоянно в Кремль. Ей тоскливо, ей грустно, она после второго развода, она одинокая, ее никто не поздравляет, с братом на отношении натянут, и брат родной не поздравляет ее с днем рождения. Вот такие сложные отношения были с имя Сталина. И она хочет погреть папа, она хочет погреть его, вы же теплые слова, но она не может напрямую до него дозвониться. Сталин запретил это, мы еще поговорим, почему? Она звонит охране. Я хочу поговорить с папой. Он сказал так, все заключались в охрану. А охрану и папа занят. Папа занят. Но мы-то знаем, что в это время, когда охрана докладывала, что папа занят, мы-то знаем, что в это же время они сидят и гуляют. И я не могу не поверить, я уверен на сто процентов, что после ее звонка обязательно начальник охраны докладывал ему, свет отзвонит, соединять не соединять. Отец не только не поздравил его, он отмахнулся. И возникает вопрос, почему? Что же произошло между ними? Почему он не поздравил ее с днем рождения и не побыл ей с ним разговаривать в этот день? Хотя, повторяю, они безумно, и он безумно любил ее. И вот тут я задаю еще один вопрос. А что же еще произошло в этот день? 28 февраля. Почему в этот день именно такое отношение к дочери? Ой-ой-ой! Мы должны вернуться на 10 лет назад в Москву в 43-го года. Хотя началось все это в 42-м году. Трещина во взаимоотношении отец и дочь началась с хуйбышеры. Когда ей в эвакуации попадает в руки английский журнал, и она впервые узнает государственную тайну, что Надежда Авелуева застрелилась. Мама ее застрелилась, когда ей все рассказывали к новым родам медицитам. Она говорит, бабушки, дедушки, вы же не лгали. Они хотят оправдываться, что-то говорить, что-то ей. Она в шоке. Девочке исполнилось за 16-летней девочке она в шоке, узнав эту правду. И потом наступает 8 ноября 42-го года. В этот день это день, когда застрелилась Луева. В этот день Вася собрал весь цвет литературной богемы Москвы, режиссеры, артисты. Они едут на дачу Сталина, Забалова, и идет такая пьянка, такая гульба. А у Светы это это как первый бал Наташа Ростовой. Она никогда не была на таких девочке 16 лет. Ну, 16,5. Она никогда не была на таких гулянках. И тут такие лица. Лауреата Сталинской премии, известные же артисты, писатели, режиссеры, весь цвет богемной Москвы. И все нарядно одеты, а у нее даже одеть нечего было. Она очень скромно одевалась, потому что Сталин запрещал, как это платья должны быть ниже колена, не дай бог маникюр, не дай бог какая-то косметика. Все строго аккуратно. Как положено девочке из грузинской семьи. Ей грустно. день-то такой. И вот тут просто подходит к ней капля. Ничего не думая подходит к ней. Ну просто знаешь, дочка Сталин, она сидит в уголочке, такая девочка сидит. Просто видимо оказать какое-то внимание какое-то. Прошает танцевать, она не имеет танцевать, но все так ну пригласил ее. И он спрашивает почему такая грустная. Ну просто так безвежливо спросил. А он уже лауреат Талинской премии за два культовых советских фильмов Лерина в 18 году Лерина в октябре и известнейший один англосец, известнейший кинорежиссер. И тут она ему говорит когда принес ее ребенок вот сегодня день смерти мамы и никто не вспоминает об этом. И вот Вася он тоже забыл маму. И вообще мы с братом чужие. Мы все разные люди. Она начинает рассказывать как одинок и вот это отходение вот этой девочки ребенка умной девочки потому что это была умница. Если Вася учился на двойки и тройки или перебивался а оценки в советской школе доставили по существу. Это сверху была круглая отличница гордость отца. Начитанная образованная причем она пользовалась она имела удобство в Котцовской библиотеке поэтому начинала то что не читали другие дети Советского Союза не только дети и взрослые тоже. и она задела каплера и вот тут начинается этот роман сорокалетнего мужчины и девочки который еще не исполз 17 лет в те времена это было нормальное явление потому что в конце концов 16 лет была Надежде Аллилуевой когда она вышла замуж Сталина тоже было 40 лет в те времена это было нормально после окончания школы жениться тем более в грузинских семьях и мама Сталина вышла замуж в 16 лет за папу Сталина короче говоря начинается любовь каплера пытается утихомирить его остановить невозможно любовь и тут уже ничего делать нельзя у Светланы был охранник который ходил с ней постоянно всю где бы Светлана ни была за ней шел охранник в школе это было везде он присутствовал рядышком и вот наступает роковой день 28 февраля 43 года девочки исполняется 17 лет она в 10 классе каплер встречает ее возле школы он прячется в соседнем доме в подъезде чтобы не маячить на улице она покоет они идут вместе по Москве холодная геральская Москва снежная сзади за таких шагах идет ее топтун ее дядька который судит за ее безопасность и вот Энидом с каплером разговаривают ее день рождения так надо отметить как-то и она вспоминает что у нее ключи от Васиной квартиры квартиры родного брата у нее ключи от этой квартиры и они она поднимается с каплером в эту квартиру мы с ним поднимаем сохранник они заходят в комнату и вот так одеты как они стоят они в комнате дверь открытая и они целуются а в соседней комнате дверь открытая сидит охранник читает газету он не знает что делать это сейчас есть мобильный телефон ты можешь позвонить учить инструкцию а тут он не знает что делать он попал в ситуацию дуэрскую ну его дело смотреть за безопасностью а не на то целуется она или нет да дело что Сталина все-таки отец и дочь и отцу все равно с кем гуляет его сын а Вася гулял и еще как гулял то есть девочка совсем другие отношения безусловно безусловно надо понимать что позволено папу не позволено дьяков конечно конечно моя ситуация и Сталину было доложено 2 марта напомним происходит битва Тенеградская битва она завершается на сторону идут события на фронте она возвращается со школы ей говорят иди в комнату что тебя папа ждет папа никуда не поехал она закроет в комнату папа разоренный читает все письма кроется вешка в письменном столе и тут он в гневе я все знаю хлопает себя тут карман все знаю и тут не молосбер русского идти он написать по-русски не умеет это вот гнев ну как все-таки может ей бы она говорит папа я люблю его и впервые в жизни она получает две звонких пощечины он на Васю мог поднять руку он на Яшу мог поднять руку никогда на дочь никогда она имела привилегий очень много и тут две звонких пощечины и понимать он ему с собой соблазать он уезжает на дачу а она у нее был характер ее мамы был такский характер по-любому она прекращаясь с ним разговаривать четыре месяца дочь и отец которые жить не могли без друга если ты потом эту книгу почнешь ты будешь читать переписку их какие письма написал ему из Куйбышева так она пришла к нему в Москву так она рыбалась к нему в Москву папочка 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 а тут четыре месяца они не разговаривают наконец-то она заканчивает школу ее уговаривают позвони папе скажи что ты школа причина и она пересиливает себя она звонит ему и он буквально это ее слова приезжай она приезжает ему показывает тестат на все пятерки он говорит про что ты хочешь к этому дому шучиться начал факт фил факт это гнезда разврата нет истфакт историст это кунгару хорошо все получается послушная дочь и убивает его я хочу перейти на фамилию мамы он запостыл он не мог слово произнести и она поняла что какой она нанесла ему твой эмоциональный удар она эту тему больше не поднимала она пришла на фамилию мамы уже значительно позже уже после его смерти уже после двадцатого съезда партии после она осталась с Талином она поставила условие дятек со мной больше не будет ну он айтиокютер дятек чтоб со мной больше не было который ходит за мной и так сказать меня позорит и он вынужден согласиться но мы же знаем какой был мстительный и как он помнил вот тот самый день капля арестовали после начала пять лет потом еще пять лет десять лет он получил за тот поцелуй и за эту ситуацию но альлуева дочь его через год наносит отцу смертельный удар отец который был против еврей капля еврей капля она сообщает ему что она хочет выходит замуж за Гришу Морозова за еврей сообщает ему в 1944 году и папа сделать ничего не может он говорит ну черт с тобой только я и видеть его не желаю у себя в Кребле ни на своей этаже ни его родственников все дело что хочет и по воспоминаниям друзей другим воспоминаниям когда в квартире доме на набережной где они жили были вечеринки какие-то и прилип гости на стене висел спортрест отца и Светлана что психологически на кого-то не действовало она поворачивала его лицом к стене и папа знал это и мы докладывали каждом ее шаге другого бы посадили в лагерь за такие а он молчал а что он сделать может и более того я потом понял почему он не воспрепятствовал ее браку с Гришей Морозовым потому что была еще одна история с пистолетиком он боялся понимая что это все-таки аналуева что она сделает то что сделала Натя а что за история с пистолетиком она школьница и вдруг у нее в портфеле обнаруживает пистолетик у Светлана в ее портфеле школьницы немецкий Вальтер папа пытается пистолет откуда он у тебя она молчит она отказывает ему отвечать молчит он приказывает тогда не выпускать его издан без школы не выпускать его а на три дня не ходила отличница для которой школа глоток свежего воздуха на заточении в Кремле да Кремль 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 Библиотека Отцовская все на заточении а там какая-то жизнь какое-то общение друзья подруги не выпускать из дому пока не признается и вот на третий день она призналась а дальше я рассказываю уже по словам Мюаре Сергобе дело в том что в моей книге когда я описываю все версии смерти Сталина и когда я вообще рассказываю о чем я никогда не пересказываю если я о чем-то говорю под каждым моим словом стоит ссылка и ссылка должна быть на достоверный источник потому что очень часто все то что пишут волкогоновые медведевые розинские и так далее и так далее это из серии из радио ДБ радио ДБ для тех кто не знает одна баба сказала слухи 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 а более того когда ты пересказываешь то ты совершенно случайно можешь пересказывать или а где-то ошибиться или чуть-чуть написав другой глагол или другого прилагательного изменить вообще смысл этой фразы одним словом поэтому если я привожу какие-то документы я воспоминания так я полную страницу даю как она но вот должен какой-то комментарий маленький к ней уточнение если человек описался оговорился это естественно каждый даже автор мемаров он имеет право на ошибку ну забыть через какую-то да так вот я ссылаюсь к мемаре Сергея Сергея Берни который он он учится в Боскве в Академии за ним пришел Гал Власик говорит тебя хозяин называет Сибир он занимался радиоразведкой послушиванием и так далее и так далее а в рейной конференции и Тегеранская и Ялтинская он так тоже был на тегеранских конференция союзников прослушивали советская разведка прослушала Черчилля и прослушала Руслан и перед тем очередным заседанием Сталин четко знал о чем они между собой разговаривали какие были разговоры в каждой делегации и о чем вообще будут эти вещи и как будут эти вещи на какие уступки не готовы пойти или не готовы пойти все он об этом знал и вот Сталин призывает к себе они кушают и он говорит это ты подарил Светлане пистолетик ну признается он не понимая о чем я отвечу он просто был на фронте и ему там подарили на фронте немецкий бальтер красивенький пистолетик он приехал в Москву как сувенир с фронта подарил своей школьной подруге которая дружит многие годы он просто подарил ей и Сталин говорит а ты что не знаешь что мать Светы под это пистолетик застрелилась для того такие подарки мужчина будущий отпускай его но он то отпустив это он помнил о том выстреле который был и он помнил пистолетики который был в портфеле свет и он боялся этого что она повторит шаг матери будучи в аффекте состоянии аффекта она всякое может произойти в этом состоянии необдуманный поступок он помнил всю жизнь 8 ноября что она каждую восьмую приезжала и она вспоминает 52-й год когда он извиняется когда он перед дочерью извинялся как бы он вспоминал все время тот день он пересказывал ей эту историю он как бы извинялся ну как ну почему это для него было трагедией он сказал чтобы ты отдала паспорта твой и гришин она дает брату паспорта а брат же не просто брат же генерал в этот момент генерал чина дает ему паспорта брат командующий авиацией авиаций через час ей приводят чистые паспорта без никаких ответок брака развода и гришин запрещается появляться не в Кремле не близко около светла запрещает появляться все брака как бы не было вот так раз и все но почему это происходило дальше дело то что мы не можем в коротком интервью рассказать обо всем этом потому что тут нужно начать рассказывать и еврейский фашистский комитет и неходов и так далее тут идет очень большая длинная цепочка и множество вопросов а дело славянское почему создание государства Израиля почему это это вот для этого и есть и вот эта моя книга есть вот эта книга и еще несколько книг в конце концов читатель может их увидеть если откроет предположим ну любой сайт лабиринт там все эти книги есть бумажные там можно еще и купить а других где-то есть еще и тромные там все подробнее потому что мы не можем как говорится вот я не могу вот где-то полчаса 30 минут рассказать все то что происходило но теперь если я везде основываюсь на каких-то фактах и везде я привожу конкретные цитаты ссылки на все абсолютно на все здесь единственный момент где у меня есть домысел но этот домысел объясним итак они отметили поселить за столом Талин провожает гостей Бекита онкнул его пальцем в живот прощается он находит в свою комнату и вот тут начинает накручивать себя вот это мое предположение но оно логически связано потому что он-то знает что это не дочери это не может уйти из его головы он знает о том что охрана докладывала и все это звонило и он накручивает видимо так ах ты ах ты а ты помнишь а я тоже помню помнишь капля а помнишь мороза и вот накручивая себя накручивая себя ты помнишь а я тебя не помнишь вот это вот учиться что он мстительный человек накручивая себя у него поднимается давление были бы лекарства он мог бы купировать этот приступ их не было Были бы врачи, они могли бы, даже когда приступ произошел бы, они могли бы вылечить его в то время. Ну, ты, может, не помнишь, если не было вот этих лекарств, то есть потом на вскрытие Академии Примястников, который руководил вскрытием, и именно он дал полностью результат вскрытия своей книги, которые были потом арестованы в КГБ, и опубликованы несколько лет назад с большим участием Чазова. Он пишет, что вот этот сгусток в крови в пятак. Если эту кровь отсосать, он был бы жив. И если ты помнишь, в Советском Союзе в свое время в аптеках продавались пиявки. Да, помню, такое было, да. Эти пиявки, тогда не было препаратов для понижения давления, не было их. И лечили вот это народным средством. Пиявку прикладывали за руком, и пиявки отсасывали кровь. И тогда, естественно, надо больному опускать кровь. Нужно опустить кровь для того, чтобы эта опуха испала. Но это надо делать быстро. Потому что если процесс затянется, тут идёт на часы. Если процесс затянется, допустим, на 10 часов, 15 часов, уже начинаются неопредимые процессы. Так вот, я могу сказать, что станет совершенно самоубийством. Потому что Академия Виноградов, его личный врач, который спас его после двух предыдущих инсультов, в это время находится на Лубянке. И на Лубянке находятся все кремлёвские врачи, которые его лечили. И на 20-м средстве партии, выступая с закрытым докладом, сейчас он там опубликован, Хрущёв приводил фразу, которую говорил тогда Сталин в 52-м году. Виноградов не признаётся. Заковать в кандалы и бить смертным боем, пока не признается. Это человек, который его вытащил до раза из смерти, да? Да. Академия Виноградов. Бить смертным боем старика Абиноградова, пока не признается. И вот не было этих врачей, которые могли его спасти. И лекарств этих не было. То есть он, накрутив сам себя, придумав сам себе еврейский заговор, уничтожив этих врачей, которые могли помогать ему, отказавшись от этих лекарств, он этим в конечном итоге сам себя убил. Поэтому, если кто-то может и говорить о том, что... Ну а что, подожди минуточку, что других врачей не поставили вместо этих? Так тоже не может быть. Кто-то же был на месте того же Виноградова, или дежурный врач-то, наверное, должен был быть где-то в кустах. Где-то в кустах. Врачи, конечно, были. Начнем с того, что никому уже не доверял. Он занялся самолечением. Он никому не доверял. Раз. Во-вторых, те врачи, которые признавшие, они вообще не знакомы были, они не с историей болезни. Ничего. Они все боялись. Потому что даже врач, который приезжает, он дарится даже... Мы даже когда приехали к больному Сталину, когда он уже лежит, уже пульс поторжет. Они боятся к руке его прикоснуться. Они понимают, что... Чуть-чуть, не то скажут, не то сделают. Они тут же попадают туда, где сидят все их учителя. Ну да. То есть он создал ту атмосферу. Ты знаешь, есть множество воспоминаний. И у меня есть мои личные воспоминания. Моей тети, родной тети, врача, участника у меня с Японии и Германии, которая в те дни рассказывала, что она выписывает таблетку больному, она ее же и принимала при больном. Мы глотали в день по 20 таблеток. Потому что все врачи, дело врачей, врачи-убийцы... То есть врачи-евреи боялись настолько, и их боялись тоже настолько, что врачи принимали таблетки, выписанные. Это пишет Светлана Галуева в своей книге. Но я знаю, то, что рассказывала моя тетя. Ну да, первоисточник, в общем, да. Действительно. Который участница двух дворец. Такая была создана вокруг атмосфера в стране, где люди готовы были уже разорвать, любого еврея разорвать на части. Там кричали евреи, хотят отправить Сталина. Евреи, евреи. Атмосфера была готова к началу еврейских погромов и к депортации. И вот моя тетя, она также глотала таблетки по 20 дней, чтобы показать больному, что это не отрава. Она не отравливает его. Это не отрава. Вот я сама принимаю. И вот Сталин, по сути дела, совершил самоубийство. Переплелось. И конфликт с дочерью. И его антисметизм. И дело врачей. И дело Сланского. Всё переплелось вместе. И потом в какой-то момент вот это и случилось. То есть заговора как такового не было. Его и не могло быть, потому что они все боялись. Ту версию, которую изложил ты, она, ну, как бы без конспирологии, а, что называется, исходит из реальной жизни. Это естественная смерть человека, который приведёт два инсульта. Другое дело, почему инсульт третий появился именно 1 марта, то есть 28 на 1, а не 10 днями ранней жизни, 10 днями позже. То есть он должен был произойти всё равно. А получилось именно потому, что совпало ещё. Вот все эти факторы, о которых было сейчас рассказано. Ну, совпало. Всё, в какой-то момент, все точки, бывают случаи, всходятся, неожиданно в какой-то момент, всходятся вот здесь. Вот сошлось. Пазл совпал. Пазл совпал. Спасибо. Интересная версия, скажем так, интересная история и интересный рассказ.